Добрый день! Вас интересует лечение бесплодия? Статистика говорит о том, что каждая третья пара бесплодна. Бесплодие может быть как мужским, женским, так и бесплодие в паре. Мужское бесплодие, в принципе, относительно легко устранить. Ведь для того, чтобы произошло оплодотворение, нужен всего один сперматозоид. Даже самые слабые мужчины выбрасывают десятки миллионов сперматозоидов во время одного полового акта. По большому счету, цифра достаточная. Но! Вопрос в чем? На старте и на финише отличается тем, что на старте может быть их десятки миллионов, а на финише не одного. Почему это имеет значение? Ну, честно говоря, я до сих пор не могу понять, как получаются дети, хотя получаются, в тех условиях, которые есть. Ведь сперматозоидам нужно преодолеть небольшое расстояние. 5-8 сантиметров матка и 10-12 сантиметров труба. Где-то по дороге в трубе он должен найти свою яйцеклетку и оплодотворить. То есть, казалось бы, расстояние, ну, плевое. Но! Сам сперматозоид это всего 3 микрона. Да, у него за спиной там микронов 20 хвост, органы его движения. И вот если на эти 20 сантиметров только по прямой сперматозоид движется вот так, поэтому для него расстояние увеличивается в несколько раз, если перевести их на наши размеры, на человеческие, то вот эти 20 сантиметров превращаются примерно в 50 километров. И сперматозоид, здоровый, хороший, должен пробежать это расстояние всего за полчаса. То есть, полчаса после полового акта и беременность уже состоялась. То есть, даже по прямой у него скорость, по нашим меркам, 100 километров в час. Вопрос в чем? Сами понимаете, что сперматозоид должен быть суперактивный. Но! Он попадает в достаточно недружественные условия. Почему? Потому что, ну, влагалище, кислая среда, те сперматозоиды, которые попали просто здесь, они погибают моментально. Они теряют свое орган движения, все, они недееспособны, они не нужны. В процессе участвуют те, которые попали на шейки матки, там стоит такая кристаллеровская пробка. Вот они туда попадают и быстро проскакивают туда. Да, вот тут уже как бы лучше. Дальше условия щелочные, благоприятные для движения. Но! Вот эта пробка, это та слизь, которая выделялась из матки, из труб и движется на выход, движется во влагалище у женщины. И пройдя пробку, сперматозоид попадает в полость матки, да, там плоские эпители, там как бы нет особых препятствий, но слизь движется навстречу. То есть вот эти 5-8 сантиметров, то есть километров 25-30, ну не 25-30, километров 15-20 он ползет навстречу, слизь ему движется. Он должен ее преодолевать, должен проскочить. Так что он должен сориентироваться, в какой из двух труб находится яйцеклетка, она его ждет, проскакивают трубы. Труба это такая гофрированная трубка, вот, с ворсинками. То есть считайте, горестая местность, густо покрытая лесом, и тоже вся в слизи. Вот сперматозоид должен между этими ворсинками проскочить и найти ту самую единственную яйцеклетку. Труд, как вы понимаете, немалый, и подготовка ему нужна. Но накачать может мужчина мышцы в тренажерном зале, сперматозоидов он накачать не может. Вот какой есть, такой есть. И тут появляется такой вопрос простой, как его накормить. Вот тут появляется система правильного здорового питания. Потому что если к сперматозоидам попадет кровь не того качества, принесет не то питание, которое им нужно, соответственно, они так и бегать будут. Он, да, на старте вроде как он активен, но ему нужно быть активным не меньше 30-40 минут, чтобы найти свою яйцеклетку. И у него должна быть очень мощная энергетическая база. Если он ее имеет, да. Если вы съели натуральный продукт, это одно. Если вы съели не совсем натуральный продукт, совсем другое. Ждать от сперматозоида какой-то активности вы не можете, вы не имеете права. Он просто будет недееспособен. Поэтому если вы хотите устранить мужское бесплодие, а заодно избавиться от хронического простатита, который очень часто сопутствует мужскому бесплодию, да еще и заодно снижению потенции. Контакты вы видите, обращайтесь.